Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ «Время новостей» в студии прямого эфира Жбек Труганбекова. И в начале выпуска коротко о самом главном. Увидеть историю своими глазами впервые в Казахстане воспроизведены фрагменты величайшей Урбулагской битвы, произошедшей на земле ЖТСУ более 300 лет назад. Профессиональный праздник в Алматинской области объявили имя Учителя года 2015 и победители других номинаций конкурса среди сотрудников сферы образования. Первая ласточка. В Раймбихском районе строится первый многоэтажный многоквартирный дом. Захватывающее зрелище. Сегодня талдыкурганцы и гости Алматинской области стали свидетелями поистине исторического события. На ипподроме города Талдыкурган прошла первая реконструкция Урбулагской битвы. 600 человек смогли показать зрителям мощь сражения, произошедшего на земле ЖТСУ в 1643 году. Именно тогда, объединившись в одну сильнейшую армию, казахи во главе с Жангирханом смогли одержать победу над джангарами. Историческая реконструкция посвящена 550-летию казахского ханства. Весь мир знает о подвиге царя Спарты, 300 спартанцев, которые остановили многотысячное войско персидского владыки Ксеркса. К сожалению, не все до сегодняшнего дня знали о подвиге Жангирхана и 600 его сарбазов, который в истории казахов остался как Урбулагская битва. Стратегическое планирование и тактика Жангирхана смогли победить многотысячное войско жунгаров. Малыми, но едиными силами они противостояли большой угрозе, изменили ход истории казахского народа. Спустя 372 года режиссеры и постановщики реконструкции смогли представить зрителям почти ту же картину. Много готовились, но в реальности все, что вы видели массовые сцены, это результат репетиции трех дней. 550 воинов, это местные солдаты, 50 каскадеров из нашей группы казах-юн. Конечно, реальную битву показать здесь невозможно, поэтому небольшие изменения в сценарии были, поскольку, во-первых, 50 тысяч воинов собрать, это ведь невозможно, а еще показать тактику тоже нереально. Постарались показать через трюки каскадеров. Мы по мере возможности пытались сделать так, чтобы зрители смогли получить духовное удовольствие от героических поступков наших предков. Я один не смог бы противостоять десяти парням, а наши деды тогда бесстрашно сражались с джунгарами, количество которых превзошло их в тысячи раз. Не это ли реальный пример для воспитания подрастающего поколения? И это у организаторов получилось. Все, кто присутствовали здесь на одном дыхании, посмотрели эту поистине зрелищную картину. Без слез и в то же время без гордости за наших предков невозможно было смотреть, отмечают сами зрители. И когда в жизни даже не видела такого представления, впервые вижу, у меня такое хорошее настроение, аж прям сердце пылает от этого. Я даже не думала, что у нас, у наших предков есть такая история, но у меня очень хорошее впечатление. Реконструкция Урбулагской битвы, вклад Алматинской области в празднование 550-летия казахского ханства. Первыми в республике такое захватывающее зрелище, с такой массовой сценой героев смогли организовать на земле ЖПСУ. А это того стоило. Пример для молодых неоценимый. Урбулагская битва стала примером мужества, героизма, стойкости духа, сплосения казахов. Мы не оплатим долгу перед бесстрашными предками, защитившими наши широкие степи и величественные горы. Поэтому молодое поколение должно продолжать традиции героизма, заложенные нашими предками, любить свое прошлое и гордиться им. И нам, как видите, есть что любить и есть чем гордиться. Уверен, что в сегодняшний день многим запомнится, особенно молодежи. Урбулагское сражение – достояние истории. Оно является одним из ярчайших образцов мужества и беззаветного служения Родине. Праздничное мероприятие завершилось концертом звезд, этнической музыки и красочного дефиле моделей в этно-стиле. Желающие смогли напрямую пообщаться с известными музыкантами, мастерами декоративно-прикладного творчества и посетить тематические выставки. В этот день также можно было приобрести оригинальные сувениры и экологически чистые продукты. Все участники, а их со всего Казахстана было немало, остались довольны масштабом мероприятия. Как говорится, праздник с исторической изюминкой удался. Областной форум учителей прошел сегодня в Талдыкургане. В нем приняли участие свыше полутора тысяч преподавателей. В честь профессионального праздника награду за труды получили около ста педагогов края ЖТСУ. Сегодня Акимобласть Амандык Баталов, поздравив с Днем Учителей приближающимся праздником, вручила дипломы, медали и подарки работникам сферы образования. Все подробности в материале нашего корреспондента. Улыбки, цветы и мотив школьного вальса. День учителя – особый праздник для каждого. Именно в этот день мы вспоминаем своего первого учителя и адресуем ему слова благодарности. Ежегодно в Алматинской области в рамках празднования Дня педагога проводится немало интересных и значимых мероприятий. В этом году также были проведены акции «Мой учитель», конкурсы и конференции. Итогом же стал областной форум учителей. Все эти мероприятия проводятся при большой поддержке Акимобласти. Мы очень благодарны Акимобласти за то, что он постоянно вникает в проблемы образования. Это и строительство новых школ, это и материальная база школ, и это поднятие престижа профессии педагога. Это наше профессиональное образование, куда тоже уделяется сегодня очень большое внимание. В учебных учреждениях Алматинской области работает 34 тысячи педагогов. В областном форуме приняли участие порядка полутора тысяч учителей, многие из которых трудятся в сфере образования уже не один десяток лет. Каждому из них в этот осенний день и были адресованы слова поздравления Акимобласти Аманды Кабаталова. Мы живем в стремительный век, меняется содержание образования, появляются и внедряются новые технологии, передовые научные идеи. Но великая роль учителя остается вечной и незаменимой. Именно поэтому в этот день мы обращаемся к вам со словами безмерной благодарности, искренней признательности за верность, долгу, ответственность и любовь, с которой вы воспитываете наших детей. В честь праздника за успехи в работе 26 учителям Акимобласти вручил грамоты и благодарственные письма. 9 педагогов получили медаль имени Алтенцарина, и еще столько же удостоились звания почетный работник образования. Директор Талдыкурганского гуманитарно-технического колледжа Асид Жумадилов, как и многие другие, получившие награду в этот день, видит в этом заслугу родного коллектива. Я 30 лет работаю в системе образования, из них 25 лет работаю в одном учебном заведении, то есть в Талдыкурганском гуманитарно-техническом колледже. И сегодня гордость переполняет меня за полученную награду, так как я думаю, что руководство области в лице Амандыка Кабасовича оценили мой труд, мой вклад в развитие образования. Особые награды получили победители по семи номинациям, в их числе три педагога, признанные лучшими на республиканском уровне и лучший классный руководитель. Руководству школы ЖТСУ из Клининского района был вручен грант в 17 миллионов тенге и звание «Лучшее учебное учреждение области». Эти средства, по словам директора, непременно пойдут на улучшение материально-технической базы. Денежные премии в размере 300 тысяч тенге получили и победители номинации «Лучшая сельская школа», «Лучшее учебное заведение технического и профессионального образования» и «Лучший детский сад». Звание «Учитель года» 2015 по результатам областного конкурса, а вместе с ним и главный приз – «Автомобиль» завоевала молодой педагог биологии Зарина Тусубжанова. Я очень рада получить сегодняшний приз. Я не ожидала, что выиграю на области, поэтому для меня это очень радостный день, я очень счастлива. Спасибо огромное большое Аманду Габасовичу за поддержку учителей, за то, что он ежегодно проводит такие конкурсы. Спасибо всем, поздравляю всех учителей с праздником, желаю всем творческих успехов, счастья, здоровья. В честь виновников торжества в этот день прозвучало немало теплых слов, а также были исполнены музыкальные номера. Особым подарком стало участие в форуме известных эстрадных артистов. Впрочем, не менее приятны были поздравления и от самых маленьких – певцов и танцоров. А вот песни, посвященные учителям, зрительный зал слушал стоя и даже подпевал. Стоит отметить, что награду за труды получили еще 36 педагогов. Заместитель Акима области Бахтия Ронирбаев вручил почетные грамоты и денежные премии обладателям вторых и третьих мест по итогам конкурсов, проведенных среди учителей. Надежда Белова, Жасуан Ченгинжинов, телеканал ЖТСУ. И в продолжение темы. Учитель больше, чем профессия. Это призвание. Сегодня первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии Нур-Отан, Терек Муканов, накануне профессионального праздника, поздравил педагогов школы-лицея номер 24 имени Мухтара Арына. Все подробности в нашем следующем материале. По традиции День учителя в Казахстане отмечается в первое воскресенье октября. В 2015 году это шестое число. Одной из лучших школ области по праву считается специализированной лицей номер 24 для одаренных детей с обучением на трех языках – экономика и бизнес имени Мухтара Арына. Сегодня лицей в числе десяти лучших школ республики. Первый заместитель председателя областного филиала партии Нур-Отан, Серик Муканов, поздравил работников сферы образования и выразил педагогам признательность за их труд. А отличившимся вручил благодарственные письма. Я давно по жизни связан с коллективом, с именем этой школы. Будучи еще в Талдукурганской области, работая в Талдукурганской области, мы гордились, восхваляли эту школу. Почему? Потому что своим трудом она была удостойна. Именно открытие этой школы предоставлено было. Прогласили и открывал эту школу президент нашей республики Нур-Султан Абишевич. Это, наверное, дало импульс для того, чтобы коллектив этой школы трудился во слава. Сегодня в стенах лицея обучаются 572 школьника. За короткий срок в его историю вписаны имена многих победителей республиканских, международных олимпиад, конкурсов и научных проектов. Так, только в этом году 10 выпускников стали обладателями знака Алтенбельга. Средний показатель ИНТ составил 107 баллов. Педагогический коллектив школы отличается не только высоким профессионализмом и квалификацией, но и добротой, особой душевностью, а также чуткостью в отношении каждого ученика. То, что Сергей Мирханович посетил нашу школу, поздравил наш коллектив, для нас это большая радость, потому что, наверное, учителя достойны этого, упорный труд, большие результаты, высокие результаты по области. Стоит того, чтобы их похвалили. Спасибо. Мы очень благодарны Нур-Отану, мы благодарны Акимову области. Наш коллектив из 52 учителей, 24 учителя, получили сертификат Назарбаев уровневые курсы, достойно это подтвердили. Это тоже говорит о профессиональности наших учителей, о высокой результативности. В преддверии профессионального праздника торжественное собрание прошло и в средней школе номер 25. Лучшие учителя были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Акима города. Кроме того, около ста педагогов отмечены денежными премиями. Особые теплые слова благодарности Аким города выразил ветеранам и семейным династиям учителей, которые всю жизнь посвятили школе. Торжественное мероприятие продолжилось праздничной программой, подготовленной местными творческими коллективами. Капшигай полностью готов к отопительному сезону. Таковы итоги объезда в спецкомиссии во главе с первым заместителем Акима Алматинской области Махабатом Бегильзиевым. Побывали члены комиссии в главной теплоснабжающей артерии города Капшигай-Жилу. Шесть котлов вырабатывают 150 гигакалорий в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить теплом 26 тысяч потребителей, 14 объектов образования и два медицинских учреждения. Заготовлен не только необходимый запас топлива, но и 5 тонн мазута. Познакомились члены штаба и с реконструкцией канализационной системы. За полувековой период сети износились настолько, поделились специалисты, что если ремонт отложили бы еще на год, то все канализационные отходы поступали бы прямо в Капшигайское водохранилище. Будет построен новый канал ведущих накопителей сточных вод «Сорбулак». Решается в регионе и еще один актуальный вопрос. По многолетней просьбе жителей села Заречный, там началось строительство центральной котельной. Сдадут объект теплоснабжения в апреле 2016 года. Котельная рассчитана мощностью на 10 мегаватт. В нее входят три отопительных котла и два паровых для обогрева мазута. В дальнейшем также котельная может быть переоборудована под газ. Котельная будет рассчитана на 7,5 километров протяженности трубопроводов. Система здесь отопления закрытая, то бишь здесь потребления горячей воды не будет без ГВС, только отопление. Продолжаем выпуск. Завтра на столичной площади, недалеко от торгового комплекса «Ханшатр», стартует сельскохозяйственная ярмарка. Житцузские аграрии астанчанам намерены предложить порядка 400 тонн продовольственной продукции на общую сумму около 200 миллионов тенге. Причем наполнить свою продовольственную корзину посетители ярмарки смогут по приемлемой цене. Организаторы обещают, стоимость товаров будут ниже цен рынков Астаны. В период массовых домашних заготовок приобрести качественную продукцию можно будет по цене на 20-25, а то и на 50% ниже, чем на розничных торговых сетях Астаны. Продовольственная ярмарка порадует доступными ценами. Сегодня утром в Астану прибыл автокараван из 25 камазов, груженных самой отборной продукции, выращенной на полях Алматинской области. Помимо овощей и фруктов, крестьяне области на ярмарку привезли несколько тонн мяса, кисломолочных продуктов, макаронных, кондитерских изделий и горного меда. Впрочем, порадовать посетителей готовы не только ценами, но и музыкальным подарком. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы Алматинской области. Автокараван благополучно прибыл в Астану. В этом году ярмарка развернется на площади напротив торгового комплекса Ханшатар. Всего привезли порядка 400 тонн сельскохозяйственной продукции. Ассортимент широкий, более 60 наименований продуктов. Цены на товары будут приемлемыми и ниже рыночных. Мы всех жителей и гостей города Астана приглашаем на ярмарку. Свою работу она начнет с 8 часов утра. В канун светлого и доброго праздника Дня Учителя, министр образования и науки Казахстана Астан Саринжипов на церемонии награждения конкурса «Лучший педагог» сообщил хорошую новость. Так, с 1 января 2016 года зарплаты учителей в Казахстане вырастут от 43 до 66%. Более подробно расскажет моя коллега Асем Кощегулова. Асем, добрый вечер, тебе слово. Спасибо, Жбек. Действительно, это хорошая новость, к тому же, учитывая последнюю девальвацию в Казахстане. Но пока учителям поднимают зарплату, растут цены, в частности, на бензин. Об этих и других новостях экономики в ближайшие несколько минут. Благодаря введению новой системы оплаты труда работников образования зарплаты учителей в Казахстане вырастут на 43,66%. Так, заработная оплата педагогических работников будет исчисляться, исходя из уровня образования, квалификационной категории, условий труда и с учетом физической нагрузки. Вводится и новая система доплаты надбавок. Они разделены на компенсирующие и стимулирующие. Компенсирующие доплаты будут зависеть от условий труда. Стимулирующие надбавки будут служить вознаграждением за высокие достижения в работе. В среднем по системе зарплат всех работников, включая административный персонал, вырастет на 27%. Зарплаты именно учителей в среднем увеличатся на 44%. Учителя с высшим образованием и высшей категорией для них должностной оклад увеличится на 66%, с высшим образованием первой категории на 51%, со средним образованием высшей категории на 64%, а первой категории на 43%. К слову, из республиканского бюджета на надбавки выделено 200 млрд тенге. Сегодня утром казахстанцев на заправках ждали новые цены. В диспетчерской службе «Казмунайгаз» подтвердили, что бензин марки АИ-92 подорожал со 125 до 130 тенге за литр. Кроме того, цены изменились на бензин марки АИ-95 – 141 тенге и дизельное топливо. Отметим, что на других заправках цены на прежнем уровне, но не исключено, что и они поднимутся. К слову, на автозаправочной станции «Казмунайгаз» цены изменились еще 1 октября, во второй половине дня. Напомним, после резкого повышения цен на бензин некоторые автомобилисты предложили объявить бойкот крупным автозаправочным станциям страны. Однако акция не получила широкого распространения и не принесла должного результата. Зато упали цены на другой вид топлива. На уголь они снизились на 11% в третьем квартале 2015 года, опустившись до минимального уровня за 8 лет. Одной из основных причин снижения цен на уголь является политика Китая по переходу на более чистые виды топлива, а также действия КНР по защите собственных добывающих компаний. Помимо этого, на угольном рынке, как и на других сырьевых рынках, отмечается избыток предложения. Эти факторы сводят на нет надежды на восстановление цен как в текущем году, так и в 2016 году, говорят эксперты. Стоит отметить, стоимость угля опустилась до 52 долларов за тонну. Эксперты австралийского банка заявили, что угольный рынок имеет достаточные запасы на годы, если не на десятилетия вперед. Это были все новости экономики. На сегодня передаю слово своей коллеге Жбек. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск. Далее к новостям в мире в блоке международных новостей. Шторм Хаакин, который приближается сейчас к Багамским островам, перерастает в ураган. Он сформировался над Атлантическим океаном. Скорость ветра достигает сейчас 112 км в час. И по данным синоптиков, будет увеличиваться. Ураган угрожает также восточному побережью США. Губернатор Северной Каролины распорядился ввести в штате чрезвычайное положение. Ситуация усугубляется тем, что продолжавшиеся последние несколько дней мощные ливни вызвали в штате серьезные наводнения. В связи с приближением урагана, спасательные службы приведены здесь в повышенную готовность. Более 2000 человек было предписано эвакуироваться из прибрежной зоны. Ураган может также коснуться штатов Южная Каролина и Вирджиния. Стрельбу в колледже Умпуква в американском штате Орегон открыл 26-летний Крис Харпер Мерсер. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в полиции. По уточненным данным, жертвами перестрелки стали 10 человек, включая нападавшего. Еще семеро получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этой новой трагедией президент США Барак Обама в очередной раз заявил о необходимости ужесточения контроля за огнестрельным оружием. Принятие соответствующих мер было одним из предвыборных обещаний президента, но до сих пор ему не удалось его осуществить. Обама, которому противостоит мощное оружейное лобби, признал, что не имеет возможности изменить законодательство об оружии без содействия Конгресса. Три года назад конгрессмены не поддержали его попытку ужесточить закон, предпринятую после стрельбы в Ньютауне, когда были убиты 27 человек. Ежегодно 32 тысячи человек гибнут в США от огнестрельного оружия, 20 тысяч из их числа самоубийцы. Бросил окурок на улице, заплати 68 евро штрафа. К такой мере прибегли власти французской столицы, чтобы город влюбленных стал чистым и красивым. Система штрафов вступила в действие с 1 октября, говорит представитель городской администрации. В Париже мы ежегодно собираем 350 тонн окорков. Это грязь. В общественных местах они повсюду. На тротуарах, в канавах, в парках и садах, на газонах и даже в песочницах, где играют дети. И это главная причина, почему мы хотим, чтобы все, кто любит Париж, прекратили бросать окорки. 68 евро для француза сумма немаленькая. За эти деньги можно купить 10 пачек сигарет. Нововведение, похоже, будет удерживать жителей и гостей Парижа от опрометчивого жеста. В этом году городские власти установили в Париже дополнительно 30 тысяч урон со встроенными пепельницами. Цель не только сделать Париж более чистым, но и убрать с улиц токсичные отходы. Обзор подготовлен по материалам интернет-ресурсов. Чрезвычайная ситуация возникла в Атырау. При сносе одного из складских помещений рабочие обнаружили старые баллоны с высокоопасным веществом – жидким хлором. Какие меры предприняты властями, расскажет наш корреспондент. Баллоны с жидким хлором случайно обнаружили рабочие на территории предприятия в городе Атырау, признанного давно банкротом. Всего их насчитали 116 штук. Стоит отметить, каждый хлор относится к высокотоксичным химическим веществам. Он крайне взрывоопасен. В газообразном состоянии, попадая в организм человека, вызывает удушье и паралич. Срок его хранения в специальных баллонах ограничивается одним годом. При Акимате срочно создали специальную комиссию. Теперь у развалин склада стоит охрана. Круглосуточно дежурит пожарная машина. Меры необходимы на тот случай, если баллоны вдруг взорвутся или из них начнет выходить газ. Безработных или желающих получить новую специальность будут переучивать за счет работодателя. Для этого выделят специальные гранты. Причем государство компенсирует работодателям до 80% затрат на подготовку своих будущих работников. Как заявила государственный секретарь Казахстана Гульшар Абдекаликова, впервые возможность получить новую профессию имеет не только молодежь, но и люди старшего поколения. Этот шаг поможет сократить уровень безработицы, который сейчас составляет 5% и считается одним из самых низких в СНГ. 115-й сезон открыл столичный театр имени Горького. Начался он с постановки «Тамирис царица Сакская», приуроченной 550-летию казахского ханства. Спектакль создан по известному роману Булата Жандарбекова «Саки». К слову, театр имени Горького – один из самых старейших в стране. В течение года любителям искусства представят несколько примеров. Обзор новостей подготовила Асемка Щегулова по материалам интернет-ресурсов. И еще и с тем выпуска. Уже завершается строительство первого коммунального дома в селе Киген Раимбекского района. До конца года 32 семьи райцентра отметят новоселье. С ходом возведения пока единственной высотки в отдаленном районе области ознакомилась наша съемочная группа. На возведение многоквартирного жилого строения из бюджета выделено более 165 миллионов тенге. Дом четырехэтажный. В нем 16 однокомнатных и еще 16 двухкомнатных квартир. Строительством занимается товарищество с ограниченной ответственностью «Бледа». 35 работников строительной компании сейчас не считаются со временем, ведь им нужно уложиться в срок. Осталась только одна штукатурка и стяжка. За две недели мы одна бригада из 25 человек сможем вовремя завершить. Поэтому работаем без больших перью. Начатое больше года назад строительство пару раз приостанавливалось. По словам ответственных лиц, у генерального подрядчика были просчеты в работе. В связи с этим строители немного отстают от графика сдачи объекта. «Да, действительно были проблемы в работе подрядчика. Но все исправлено. Работа сейчас идет полным ходом. Позавчера завершили установку окон третьего этажа. Теперь строители приступили к четвертому этажу. В целом работа на 87% выполнена. В течение недели начнется проведение отопительной системы. Уверены, что уже скоро завершим». Тогда в лучшую сторону изменится жизнь сразу 32 семей района. «Они будут новоселами первой многоэтажки с автономной котельной». В целом природно-климатические условия Раимбекского района очень суровы. В связи с этим в прошлом году на 4 месяца строительные работы были приостановлены. Но теперь возведение дома необходимо быстрее завершить, уверяют сами строители. Иначе прошлогодние проблемы возникнут опять, поскольку первый снег в районе уже выпал. И довольно немало. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. А между тем праздник отмечают жители одного большого дома, в котором живут одной семьей. Социального жилого дома в Алматы. В честь международного праздника для них организовали яркий концерт и накрыли праздничный Дастархан. Такие благотворительные мероприятия здесь намерены проводить до конца месяца. «Я настолько привыкла здесь, не хочу я в Москву». Маргариту Фридман с казахской землей связывает очень многое, поэтому она и не последовала за своими сыновьями и осталась в Казахстане, где прошла ее молодость. Не захотев жить дальше одна, по собственному желанию сдала государству квартиру в Алматы и переехала в социальный жилой дом. Здесь она живет уже 14 лет. Несмотря на свой возраст, а ей уже 93 года, чувствует она себя вполне бодро. Живет на втором этаже и за день выходит на улицу подышать свежим воздухом несколько раз. Ну что хочу сказать. Этот дом настолько нужен старикам, и сейчас очень малый приток. Почему? Вот когда мы сюда переселялись, во-первых, оформление документов было значительно проще. Это обязательно хочу, чтобы где-то начальство большое услышало. А сейчас столько ненужных справок, столько безобразия. И старики приходят, посмотрят. Вот здесь двое или трое поселились, по полгода, по году оформлялись. Это что такое? Вот. Поэтому моя большая просьба, чтобы дом этот существовал, надо, чтобы жили в нем люди. А чтобы жили люди, надо им помогать сюда устроиться обязательно. И сегодня в этом доме большой праздник. В честь Дня пожилых людей здесь силами школьников и местных творческих коллективов организован праздничный концерт. По словам организаторов, это только начало. Участвование пожилых людей в социальном доме будет продолжаться до конца октября. Основное условие проживания в социальном жилом доме – это значит сдача своей собственности в коммунальную собственность города. Сюда могут прийти одинокие жильцы, пенсионеры, одинокие инвалиды, одинокие супружеские пары для проживания в нашем доме. Здесь в этом доме созданы все условия для одиноких жильцов, так как здесь круглосуточная у нас работает охрана, оказывается круглосуточная медицинская помощь, работают высококвалифицированные врачи. Также есть у нас социальные работники, которые оказывают услуги. Центр был сформирован в 2001 году. Он такой в Казахстане единственный. В данный момент здесь проживают 42 человека при конного возраста. Есть все условия для комфортного проживания. В доме есть парикмахерская, аптека и прачечная. Самое главное – до конца жизни для каждого жителя предоставлена двухкомнатная квартира. Жбек Турганбекова, Степан Мережко, телеканал «ЖИЦУ» из Алматы. С 1 октября в республике начался осенний призыв. В Алматинской области самыми первыми начали набор в службу государственной охраны, куда будут отобраны более 20 молодых бойцов. Где и какую службу они будут нести, расскажет наш корреспондент. Со вчерашнего дня на призывном пункте весьма оживленно начался осенний призыв. Отбор идет особенно тщательно. Первыми будут пополняться ряды службы государственной охраны. Кроме высокого роста, не ниже 180 сантиметров, к новобранцам предъявляются требования высокого интеллекта и физической выносливости. Престиж высокий. На сегодняшний день контингент, который призывается в службу государственной охраны, имеет повышенную планку в отношении того, что каждый призывник имеет старание попасть в эту команду. У кандидата появляется возможность устроиться на работу и остаться в элитных подразделениях службы государственной охраны. А для кого-то это мечта детства. Родители военные, и как вижу большую перспективу в этих войсках, всегда с детства мечта попасть сюда, именно в СГУ, в службу государственной охраны. Комиссию прошел, все хорошо, пока по всем параметрам прохожу. Служить буду гордо, честно, ответственно. Престиж службы вооруженных силах страны растет с каждым годом. Сейчас уже желающих откосить практически нет. Но, к сожалению, военно-врачебные комиссии все же отсеиваются в процессе отбора 8 из 10. Сейчас требования очень жесткие к состоянию здоровья призывников. Потому что вот с года в год мы анализируем, где-то плоскостопия много, где-то по зрению. Вот сейчас по зрению. А у терапевтов от заболевания желудочно-кишечный тракт больше стало. В те годы как-то сердце было, потом какие-то годы были почки. Но сейчас вот желудочно-кишечные заболевания. Это гастриты, это дискинезия, потом полнота, вот это ожирение. Потому что сидящий образ жизни у всех, компьютеры сидят целый день. У терапевта вот это. Свыше 100 тысяч юношей в Алматинской области подлежат призыву в осенний сезон. Из них будут отобраны только полторы тысячи. И ключевым фактором в отборе призывника в ту или иную категорию войск становится соответствие нескольким требованиям. В вооруженных силах, Министерство обороны, техника и оборудования все новейшие. И требуются специалисты. И в основном приоритет отдаем сейчас на высшее образование, средне техническое, среднеспециальное образование. Конечно же среднего образования не останутся. Их тоже будем категорию смотреть. Потому что все граждане по конституции Республики Казахстан должны служить в службе, проходить в вооруженных силах. В соответствии с указом главы государства продлится осенняя призывная кампания до 30 декабря. Нас Гульбошан, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Талдокурганские лучники ведут подготовку к лицензионному чемпионату Азии, который пройдет в Таиланде 1 ноября. Отбор на континентальное первенство они прошли по итогам Кубка Республики Казахстан в Шимкенте. Всего 9 наших земляков из 16 представителей сборной Казахстана будут бороться за звание сильнейшего в Бангкоке. Продолжит Лилиана Штогрина. Абсолютным чемпионом Кубка Республики Казахстан по стрельбе из лука стал наш именитый Денис Ганькин. Его выступления в течение последних пяти лет достаточно стабильны. Он многократный победитель республиканских стартов, чемпион Азии 2011 года, участник Олимпиады в Лондоне. Его хорошая физическая форма и целеустремленность позволяют рассчитывать на высокие результаты и в лицензионном чемпионате Азии. Сейчас в отличной форме, сейчас отлично готов. Сейчас у нас будет Аспатайва проходить, в Чимкенте как раз еще один, так сказать, проверочный этап перед чемпионатом Азии. Будет провериться время, будет мочать, проверить себя, проверить, все, чтобы поставить точку и ехать на чемпионат Азии за лицензией металл. Отличная физическая подготовка и отработанная техника помогли завоевать путевки на чемпионат Азии и лидерам Алматинской области среди девушек и женщин Фариде Тукибаевой и Адель Жексенбиновой. Последние победы на Кубке Республики Казахстан принесла и столь престижное звание мастера спорта международного класса. Шла к этому званию. Когда стреляли мы, я поначалу отставала. Мой тренер стимулировал меня. В итоге я отставила позади всех соперников и получила звание мастера спорта международного класса. Накопленный годами опыт международных выступлений и усердия – залог успешных выступлений и еще одного спортсмена Алматинской области. Сергей Хрисич будет защищать честь страны в номинации «Компаунд». Этот вид стрельбы введен в программу соревнований впервые. Будет чемпионат Азии, где лицензии «Компаунд» не будет разыгрываться, потому что еще пока в Олимпийскую систему не введен «Компаунд». Но это дает развитие для «Компаунда» всего в целом в Казахстане, потому что за последние годы «Компаунд» стал очень сильно развиваться. Очень сильные спортсмены в Талдыкургане, вообще в целом в Алматинской области, в Алмате много сильных спортсменов. Вместе с опытными лучниками оспаривать звание сильнейшего в континенте будут и несколько молодых спортсменов нашего региона. Лилия Штогрина, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова